Израиль продолжает сухопутную операцию в секторе Газа. И эта война может перекинуться и на другое государство, на Ливан, в которой достаточно серьезное политическое влияние имеет шиитская проиранская группировка Хизбалла. В последний раз Израиль и Ливан воевали в 2006 году, и эта война была исключительно разрушительной для Ливана. В тот момент Израилем руководил Эуд Ольмерт. Бывший премьер-министр Эуд Ольмерт любезно согласился дать эксклюзивное интервью телеканалу CBC. Он ответил на вопросы по поводу угроз в сфере безопасности, а также по поводу политической обстановки в стране. «Господин Ольмерт, расскажите, пожалуйста, что означает 7 октября лично для вас?» «Я был со своей семьей в Италии, и мы как раз собирались поехать в аэропорт, чтобы вернуться в Израиль. На мой WhatsApp пришло огромное количество сообщений, и мы поняли, что произошло нечто ужасное в Израиле. Затем стали поступать сообщения непосредственно от моих друзей, которые были в кибуцах вблизи Газы. Они пытались спастись и молили о помощи. Я понял, что Израиль охватил хаос». «То есть вы сразу осознали масштабы трагедии, которая обрушилась на Израиль?» «Повторюсь, тогда я осознал, что произошло нечто странное и необычное, но, признаюсь, я и представить не мог масштабы этой трагедии. Ну, я сказал, что осознал, что происходит что-то странное и необычное. Но, честно говоря, я никогда не думал, что это достигнет таких размеров, такого масштаба, той драмы, о которой мы узнали сразу после этого». «После террористической атаки Израиль начал полномасштабную войну против Хамас, и эта война идёт уже второй месяц. Как вы считаете, есть ли риск того, что в эту войну будут вовлечены другие игроки, и она перерастёт в региональную?» «Риски есть всегда. После 7 октября мы, как израильтяне, усвоили одну вещь. Нужно быть более скромными в своих прогнозах и оценках. Знали ли мы, что террористы собираются проникнуть в Израиль? А мы должны были знать об этом. Но вместе с тем, я полагаю, что Хизбулла, Иран и другие силы и сами не заинтересованы в полномасштабной войне. Обратите внимание, Израиль до сих пор сдержан в своей реакции, даже в секторе Газа, где сидят террористы, атаковавшие нашу страну. Израиль обвиняют в убийстве тысяч людей, но всё это преувеличение. Это попытка надавить на Израиль. А поверьте, реакция Израиля может быть куда более агрессивной, я бы сказал, даже разрушительной. Полагаю, что Хизбулла не так глупа и полностью осознаёт военный потенциал Израиля. Впрочем, они его на себе почувствовали в 2006 году. И не случайно, вот уже 17 лет лидер этой организации, Насралла, прячется в бункере. Он знает, что к чему. Мой разум подсказывает мне, что они не хотят превращать конфликт в полномасштабную региональную войну. Но тот же разум мне подсказывал, что Хамас не рискнёт совершить то, что произошло 7 октября. И теперь я осторожен в своих прогнозах. В любом случае, мы должны быть готовы к возможной полномасштабной войне. Мы никогда не начнём войну сами. Мы не хотим её начинать и расширять. Мы не заинтересованы в войне с Ираном, Хизбуллой и другими силами. Но если это будет неизбежно, то мы будем готовы к ней. Но всё же мы надеемся, что они не перейдут красную черту. Насколько Насралла независим в принятии таких решений? Возможно ли, что такие решения принимаются за пределами территории Ливана? Я думаю, что в принятии столь важных решений он оглядывается на Иран, так как очень сильно зависит от его поддержки. Но вместе с тем мы знаем, что Иран не был сторонником войны, которую развязала Хизбулла в 2006 году. Вы помните, что сказал Насралла после войны 2006 года? Он признался, что никогда бы не начал эту войну, если бы знал о том, что реакция Израиля будет столь жёсткой. И каждый раз, когда его посетит мысль предпринять что-то против Израиля, он будет вспоминать горький опыт 2006 года. По крайней мере, я на это надеюсь. В этой войне израильская правительство обозначило две цели. Первая цель – уничтожить Хамас и лишить его военного потенциала. А вторая – освобождение заложников. Насколько реалистичны эти цели, сможет ли Израиль достичь их? Я считаю, что они реалистичны. Да, они нелегки. Довольно сложны и опасны, с большим кровопролитием как для них, так и для нас. Но есть ли у нас другие варианты? Мы не можем и дальше терпеть угрозу, исходящую от мощной военной группировки, запускающей ракеты и создающей невыносимые условия жизни для сотен тысяч израильтян. Нам придется сокрушить их военную мощь, и мы сделаем это. Для нас также недопустимо наличие более двух сотен заложников в руках Хамас, и мы должны обязательно их вернуть. И мы сделаем все, что в наших силах. Нас ничего не остановит. Ни международное давление, ни протесты по всему миру. Никакие беспорядки на улицах Лондона или Нью-Йорка не помешают Израилю выполнить свое фундаментальное обязательство перед невинными людьми, которые похищены Хамас. Мы вернем их. Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше. Почему Хамас до сих пор не разгромлен? Ведь это были не первые военные действия против этой организации. Потому что мы никогда не хотели идти дальше, учитывая потенциальный и побочный ущерб, наносимый гражданскому населению, не вовлеченному в военные действия. Потому что мы никогда не хотели заходить слишком далеко, учитывая риски для мирного населения в Газе. Но все изменилось 7 октября. Зверство, учиненное Хамас, резня мирного населения, обезглавливание детей, изнасилование их матерей, убийство и сожжение стариков – все это изменило нашу позицию. Теперь мы осознаем, что не можем остановиться до тех пор, пока полностью не уничтожим террористов. «Считаете ли вы действия израильского политического руководства верными? Как бы вы поступили, если бы и сегодня оставались на посту премьер-министра?» «Допустим, у меня есть ответ на ваш вопрос, но насколько будет разумным озвучить его публично? У меня, естественно, есть свои идеи, которыми я бы хотел поделиться с генералами. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Я буду общаться с генералами, и вы понимаете». «Каково политическое будущее Бениамина Нетаньяху? Останется ли он у власти?» «Я могу с уверенностью сказать, что у Нетаньяху есть политическое прошлое, но у него нет политического будущего». «Вы говорите с такой уверенностью? А через какое время он уйдет в отставку?» «У него гораздо меньше времени, чем он хочет». «Хорошо, вернемся к военной операции. Какова роль Ирана во всей этой войне?» «Иранцы вовлечены во все процессы в регионе. Это не означает, что Иран воюет сам, и у него есть свои солдаты. Но всё оборудование, всё вооружение, вся финансовая поддержка предоставляется Иранам. Иран является источником вдохновения, силой, стоящей за Хамас, политической системой поддержки Хамас. Иран хочет нарушить баланс на Ближнем Востоке, превратить его в более радикальный, фундаменталистский религиозный регион, что созвучно с идеологиями Хамас и Хезболлы. И им придется за это заплатить». «Как можно помешать Ирану?» «Я думаю, то, что Америка сейчас делает вместе с Израилем, очень впечатляет. По сути, мы собираемся уничтожить союзников Ирана, Хамас. Мы собираемся поставить Хезболлу на место. У Ирана связаны руки, поскольку американские баллистические ракеты готовы на случай, если Иран совершит роковую ошибку». «Вернемся к Газе. Каким может быть политическое будущее сектора после войны?» «Я надеюсь, что после завершения Израилем этапа военной операции будет полностью уничтожен Хамас». «Палестинским властям не удастся убедить западные страны направить силы интервенции в Газу на буферный период. Им придется контролировать Газу, помогать создавать гражданскую администрацию, восстанавливать правительственные службы». В конечном итоге, палестинским властям придется взять на себя управление. Если это не произойдет под контролем израильских солдат, то, возможно, произойдет под управлением европейских солдат, которые будут там присутствовать. «Следовательно, это должен быть буферный период. И Израиль должен заявить, что сразу после завершения военной операции он с нетерпением ждет начала переговоров с палестинскими властями о решении проблемы двух государств. «Мы должны предложить политический горизонт для региона и международного сообщества, чтобы было необходимое время для того, чтобы сокрушить Хамас, а затем двигаться вперед к чему-то совершенно другому». Существует ли какое-либо решение Палестино-Израильского конфликта не в теории, а на практике? «Да, как я уже сказал, решение о двух государствах основано на границах 1967 года с небольшими изменениями и обменом территориями. Исторический священный бассейн Иерусалима должен управляться пятью странами под эгидой Совета безопасности ООН. И ни у кого в священном бассейне не будет исключительного политического суверенитета. Таким образом, не будет одного флага Израиля и одного флага Палестины. И это, возможно, позволит и евреям, и палестинцам, и христианам всем им как-то расслабиться по поводу огромной чувствительности в отношении Храмовой горы. Потому что для еврейского народа это самая священная гора в мире. Мы также должны принять рамки нашей мирной инициативы Арабской лиги 2002 и 2007 годов. Таким образом, не будет одного флага Израиля и одного флага Палестины. И это, возможно, позволит и евреям, и палестинцам, и христианам всем им как-то расслабиться по поводу огромной чувствительности в отношении Храмовой горы. Потому что для еврейского народа это самая священная гора в мире. Мы также должны принять рамки нашей мирной инициативы Арабской лиги 2002 и 2007 годов, чтобы решить проблему палестинских беженцев. Это также может быть сделано, чтобы арабская часть Иерусалима стала столицей Палестины. Это то, чего всегда хотели палестинцы. Я думаю, что все эти различные аспекты, которые мы предложили палестинской администрации в 2008 году, очень актуальны и очень практичны. Это может быть реализовано. И последний вопрос. Израиль и Азербайджан являются близкими союзниками. Хотели бы вы что-то передать азербайджанскому народу? Прежде всего, я хочу передать наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который является великим лидером. И я лично знаком с ним и встречался с ним в этом году. Я поблагодарил его за дружескую поддержку и участие, которое он на протяжении долгого времени оказывал государству Израиль и еврейскому народу. Я хочу сказать азербайджанскому народу, что я уважаю его и имел честь посетить Азербайджан несколько раз. Мы друзья, и у нас одинаковое стремление к миру, одинаковая решимость защищать мир и силы бороться за него. Поэтому мы надеемся, что у нас обоих будет хорошая возможность отпраздновать это событие в ближайшем будущем. Благодарю вас, господин Ольмерт, за интервью. Взаимно. Редактор субтитров А.Семкин